Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Андрей Каракуц, глава общественной организации Центр прикладных исследований. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. По традиции сразу блиться, потом перейдем к вопросам. И вот, если начинать с блица, первый вопрос, то, что сейчас происходит в России. Вот этим вот расшизмом болеет юное поколение или вот только те люди, которые рождены были в СССР? Те люди, которые рождены в СССР, они, к сожалению, точно так же воспитывают и своих детей. И новые поколения, несмотря на то, что появляется огромное количество источников различных информаций, тем не менее продолжают видеть, продолжают воспитываться в том же ключе, как и их родители. Что толкает простого россиянина ехать в Украину, убивать других людей? Во-первых, это отсутствие собственного критического мышления, это неспособность разобраться, что правильно, что неправильно, это следование инстинктом массовым. Как себе этот человек оправдывает эти убийства? Он оправдывает за тем, что все так делают, и я делаю. Кого россияне будут винить после поражения России в этой войне? Украинцев, Запад и пиндосов, евреев, жидобандеровцев или все же кого-то из Кремля? Самый простой способ – это винить какую-то внешнюю сторону, не признавать свои ошибки. И как раз советская история была основана на том, что виноват всегда кто-то другой. Тогда это Запад был, сейчас Россия точно так же винить Запад. Деводовается, безусловно, фактор Украины. Почему? Потому что очень многие россияне потеряют своих родственников и будут в будущем винить именно украинцев, к сожалению. Зима – возможность для переговоров. Так думают многие западные эксперты. Как считаете, это правда или нет? Западные эксперты думали, что Украина не сможет отвоевать свои территории. Тем не менее, мы видели Харьковскую операцию, мы видели Херсонскую операцию. Зима не повлияет никаким образом. Наоборот, зима очень сильно повлияет на российские войска, которые сейчас сталкиваются с отсутствием амуниции, сталкиваются с отсутствием снарядов. И в ближайшие как раз несколько недель, я думаю, они будут поворотными. Будем надеяться, будем ждать, что это сохранит больше жизни украинских солдат и тех россиян, которые не хотят воевать. Давайте перейдем теперь к вопросам. И вернемся на несколько дней назад. Вот G20 была. Были ли какие-то судьбоносные решения на самой G20? Возможно, в кулуарах произошли какие-то переговоры, которые можем мы теперь отслеживать по действиям сторон, когда они уже разъехались. Вот давайте вот это сначала разберем. На самом форуме произошло очень такое важное событие. Это была встреча президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и лидера Китая Си Цзиньпиня. Они, по сути, в первый раз встретились на своих должностях. Соответственно, президент Байден первый раз встретился с лидером Китая, который, я помню, с 2012 года. Так вот, на этой встрече, которая продолжалась более трех часов, стороны смогли обсудить очень важные вопросы. В первую очередь, это вопрос назревающего конфликта вокруг Тайваня. И я считаю, что как раз вот такая разрядка, небольшая, которая произошла, она очень важна. Почему? Потому что если Соединенные Штаты и их союзники будут отвлекаться еще на один конфликт, они, скорее всего, будут снижать поддержку Украины. Путин расстроился по этому поводу, как считаете? Я считаю, да. И вообще, как мы видим, сам Путин туда не поехал, даже онлайн решил не обращаться. Отправил министра иностранных дел, который тоже имел только одну официальную встречу с министром иностранных дел Китая и уехал как раз за полтора часа до того, как начались ракетные атаки на Украину. Поэтому, безусловно, для Путина этот форум оказался провайным. Почему? Потому что в его задачи как раз сходила поддержка вот этих стран глобального юга и поддержка как раз Китая, чтобы они продолжали, во-первых, покупать российские энергоресурсы. И надежда была на то, что тот же самый Китай может начать поставки необходимых ресурсов для России. Это вот эти различные, скажем так, полупроводники, различная электроника, которая нужна для вооружений. Это в том числе вооружение на то, чтобы была надежда. Однако этого не происходит. Я считаю, что как раз Китай после диалога со Соединенными Штатами, с другими странами, понимает, что поддерживать путинский режим сейчас это не является мудрой политикой. Давайте еще поговорим о такой вещи. Говорят, что идут секретные переговоры между Россией и США. И вот делегация России вроде бы встретилась с делегацией США в Турции, провели какие-то первые тайные переговоры. Об этом пишут даже российские за средством массовой информации. О чем могут быть эти переговоры? Только о ядерном оружии или о каком-то мире или перемирии в Украине тоже? Ну, если они тайные, мы бы о них не знали. Поэтому это очень интересный вопрос. Я немножко из ДК начну. Россия сама себя загнала в угол, когда провела вот эти псевдореферендумы и огласила аннексию четырех регионов. Теперь, исходя из точки зрения своей переговорной позиции, для того, чтобы эти регионы затем вернуть, Россия вынуждена, по сути, менять свою конституцию, должна принимать какие-то решения. То есть вот эта ошибочная политика, она сейчас заставляет Россию предлагать уже вещи, которые раньше ни в коем образом она бы не соглашалась. В первую очередь это да, это как раз вопрос ядерного оружия. Сейчас Россия даже начинает предлагать как раз Соединенным Штатам такую своеобразную деэскалацию, подписание нового договора о стратегических ядерных вооружениях. Он должен, ну, был продлен в 2021 до 2026 года, но сейчас Россия уже выступает с новыми предложениями, в том числе снижения своего ядерного потенциала. Будут они, предлагают также отказаться от каких-то там конкретных вооружений, которыми Путин пугал мировое сообщество. То есть Россия в данном случае пытается дать такой пряник, показать, что они готовы к переговорам, готовы вести вот такую рациональную политику, но, безусловно, это как раз позиция уже слабого. Позиция, основанная на том, что Россия просто не знает, что будет через два, через три, через четыре месяца на поле боя. И, исходя из этого, они как раз хотят, чтобы Соединенные Штаты, договорившись с Россией, о таких стратегических вопросах, могли дальше давить на Украину. Как давить? Это, в первую очередь, снизить поставки вооружений, это пытаться, опять же, украинскую сторону заставить сеть за стол переговоров и, скажем так, снизить свои требования. То есть вот эти требования относительно восстановления границ 1991 года, относительно каких-то репараций и так далее. То есть Россия готова договариваться, но сейчас пока что с таким вот очень открытой повесткой. То есть они пока что предлагают то, что интересно Соединенным Штатам, но еще не готовы отказаться от того, что будет интересно Украине. Если мы говорим об уступках России ядерным оружием, то не кажется ли вам, что Россия блефует? Потому что ядерное оружие, которым она готова уступить, на самом деле оно уже, оно уже недееспособно, оно уже аварийно, оно уже непонятно в каком состоянии. Россия просто пытается избавиться от хлама и на этом фоне выторговать себе что-то у Соединенных Штатов и Украины. Или американцы не такие дураки, и они смогут определить, какое оружие нужно утилизировать? Безусловно, вообще состояние ядерного запаса России, да и самих Соединенных Штатов, кстати, вызывает большие вопросы. Почему? Потому что испытания этого оружия уже не проводятся многие десятилетия, и его сохранность, да, вот как раз самый большой вопрос, это те боеголовки, которые находятся на так называемом хранении. Если в активном состоянии, то есть на дежурстве находятся там несколько сотен боеголовок, ну условно, то в запасах находятся несколько тысяч, даже десятков тысяч, да, вот этих зарядов, состояние которых вроде бы как проверяется, но никто не знает, действительно, будут они работать, не будут они работать. То есть ядерное оружие, да, с этой точки зрения, достаточно опасно. Почему? То есть никто не знает, действительно, как, в случае чего, будет развиваться ситуация, да, если все-таки начнется какой-то конфликт. Если Россия как раз предлагает вот такой шаг, да, давайте договариваться, предлагает уступки по этому вопросу, да, я как раз думаю, что, вероятно, произошла в связи с военным конфликтом какая-то у них собственная инспекция, какая-то переоценка, мониторинг того, что происходит, и для них поддержка вот такого огромного запаса, в первую очередь, из-за финансовых проблем, да, возможно, становится очень сложной. Что может уступить Кремль? Хорошо, вот он уступит какой-то там часть ядерного потенциала своего США. Что по территориям в Украине? Крым, Донбасс, Луганск, Херсонская часть, Запорожская часть области, да, я имею в виду, тут как будет вести себя Кремль? Я думаю, что осознание как раз вообще того, что эти территории могут быть потеряны, уже произошло. Я не думаю, что Кремль будет сражаться за Запорожскую область, не думаю, что будет обороняться за Донецк и Луганск, но думаю, как раз Крым, да, остается вот таким, скажем так, призом, священными такой территорией, да, которую Кремль готов будет отстаивать до конца. Почему? Потому что после потери Крыма вообще все путинское правление теряет полный смысл. То есть, если Запад сможет надавить на Украину и сохранить Крым, я думаю, что Кремль тогда откажется от территориальных претензий относительно Украины. То есть, Путин за Крым готов отдать все, потому что это сохранит его власть и жизнь? Да, это, я думаю, единственное, что сможет сохранить его власть и жизнь, согласен. Хорошо, давайте вспомним еще ракеты в Польше. Почему Байден так быстро сообщил, что это не российская ракета С-300? Эта реакция была как раз связана с тем, что Соединенные Штаты не хотят эскалации на данном этапе. И вообще вот очень интересен был механизм того, как обсуждался этот инцидент. Польша заявила о том, что хочет собрать заседание НАТО по относительно четвертой статье, до консультации Вашингтонского договора. И в результате как раз вот этой американской позиции, в результате заявлений, которые были со стороны той же Германии, это заседание не было создано. То есть, несмотря на запрос страны-члены НАТО, остальные страны-члены НАТО не согласились. Ну, так работает консенсус. Если хотя бы одна страна не соглашается, то, соответственно, решение не принимается. И вот в данной ситуации, да, это очень такой тревожный знак. Это говорит о том, что в случае какого-то обострения, опять же, если Россия там начнет стрелять, не знаю, по той же Польши, по странам Баутии, возможно, какой-то другой стране, именно НАТО может не сработать. Будут работать какие-то коалиции стран внутри НАТО, ситуативные союзы, но не будет ответа от этой организации. То есть, для НАТО Польша, для НАТО страны Балтии нужны просто как буфер, да, между Россией и вот тем вот западным миром, который себя очень любит, кешит и живет комфортно. Если бы ракета упала в Германии, было бы по-другому? Да, я думаю, ответ был немножко другой. И вот сейчас как раз обсуждается, а что будут страны НАТО делать, если, например, Россия применит ядерное оружие, тактическое ядерное оружие в Украине, да, вот сейчас об этом меньше говорят, но очень активно это обсуждалось в сентябре-октябре. Один из вариантов – это как раз то, что страны НАТО нанесут ответный удар по российским войскам, которые находятся в Украине. Возможно, в Крыму, да, возможно, там еще каких-то таких, но не будут наносить удар по территории России. То есть, вот тоже очень интересная реакция, которая говорит о том, что не готовы, не готовы до сих пор вступать в военный конфликт прямой и будут, если даже отвечать, то будут отвечать там, где Россия не сможет сказать, что это была атака на, то есть угроза их государственного суверенитета. После вот этого решения НАТО, после заявлений США, Германии, Путин бегал голым по бункеру и хлопал в ладоши и кричал, «НАТО нас боится, АНАТО нас боится». Как-то так происходило? Да, вообще по реакции российских политиков, того же Дмитрия Медведева и других, они похвалили Соединенные Штаты, что вот они принимают рациональные решения. Ну вот такая проверка, это как раз в стиле Кремля делать такие маленькие гадости, подлости и проверять, как реагирует ответная сторона. Вот в данном случае НАТО не прошло эту проверку, поэтому можно ожидать каких-то дальнейших провокаций, про них уже какие-то провокации уже много раз говорили, это какие-то атаки на инфраструктуру стран Запада, те же самые подводные камеры, те же самые газопроводы, те же самые какие-то энергообъекты, то есть все это теперь можно ожидать. Ну посмотрим, думаю, приготовиться нужно Польше, странам Балтии, а не в первую очередь, ну и то, что там лежит на дне Балтийского моря. Ну давайте теперь поговорим о тех поражениях, которые Путин почему-то не захотел замечать. Вот недавно Путин присвоил там какие-то звания украинскому Мелитополю, Мариуполю, понятно, там Великий Русский Город, там они еще там трындели, но почему-то забыл прокомментировать сдачу Херсона. Нечего сказать? В коммуникационном плане просто не успели отработать эту сдачу. И вообще, вот как изменилась информационная политика, вот уже меньше говорят о каких-то новых прожектах, о каких-то возвращении Одессы, Киев за три дня и так далее. То есть все это уже полностью пропало из риторики. Сейчас вообще население пытается от этой войны каким-то образом отвлечь. То есть в первую очередь на внутренние трудности, на проблемы с экономикой и так далее. Почему? Потому что на поле боя показывать нечего, мобилизация оказалась провайной. И как раз те проблемы, с которыми сталкивается российская армия, по сути, в ближайшие месяцы можно ожидать еще несколько поражений, которые приведут к тому, что самой российской армии уже начнут возникать вопросы, а что мы тут делаем. Поэтому стараются не говорить, стараются замолчать, заболтать, рассказывать какие-то другие истории и опять же сотрясать воздух рассказами про конфликции НАТО, США и так далее. Вот такая вот политика, направленная на то, чтобы отречь население. Да, кстати, это очень хорошее подтверждение. Недавнее заявление, не заявление, а реакция ведущего НТВ в эфире какой-то их программы этой пропагандистской. Он сказал, вот сейчас цитирую, «Завалите хлебало». Ну то есть, понимаете, да, тем, кто недоволен с отступлением из Херсона. Это он сказал вот в эфире. То есть, в эфире того, что прям вот, как там, отслеживают, перечитывают, да, перед тем, как это выпустить в эфир. Вот такая вот позиция. Но это говорит о многом. Это говорит о слабости и о боязни. Я правильно понимаю? Да, и вот как раз отсутствие каких-то вот таких хороших новостей, попытка каким-то образом объяснить населению, что политика оказалась катастрофической, да, они в результате как раз и ведут к ослаблению режима. Население начнет понимать, что король голый, и начнет понимать, что это не их война. То есть, вот это само понимание, что это не моя война, это чужая война. Когда оно придет в сознание российского населения, я думаю, после этого конец будет уже близким для путинского режима. Смотрите, меня удивляет одна простая вещь. Почему в той системе, которую создал Путин, его до сих пор не заставляют отвечать за базар свои же, да? Его до сих пор боятся? Или в чем причина, в чем проблема? Путин сделал себя своеобразным арбитром. Он не руководит страной в том традиционном смысле, которое можно приписывать президенту, который принимает все решения. Он занимается тем, что коммуницирует между разными центрами власти, является таким верховным вождем, к которому приходят и, по сути, не приносят дань. Я имею в виду, что обращаются к нему как к последнему. Можно я уточню, как пахан на сходке, к которым советуются? Да, если брать тюремную терминологию, да, скорее всего, похожая ассоциация. И если даже происходят какие-то столкновения между российскими элитами, да, как вот сейчас вот эти довольно резкие заявления и Пригожина, и Кадырова относительно российской армии, относительно, как раз, этих поражений всех военных, то Путин в данной ситуации, он не теряет власть, да? Он, наоборот, пользуется вот такими конфликтами для того, чтобы и дальше играть вот эту роль центрального арбитра. Поэтому, да, поэтому говорить о том, что вот как раз какая-то проблема с Путиным, она пока что он еще остается при власти. Но я думаю, что эти элиты рано или поздно поймут, что он является проблемой и не простят ему вот эти поражения. Аналогия это как раз Хрущев, который после Карибского кризиса, когда он уступил Соединенным Штатам, через два года его убрали как раз его же окружение, Путибюро, объяснив это тем, объяснив его слабостью. То есть неправильное решение, которое принял Хрущев, по аналогии то же самое, я думаю, произойдет и с Путином. То есть вот такой переворот, который произойдет, он будет очень быстрый, и его просто-напросто отправят в отставку. Ну, не знаю, что с ним сделать, разные сценарии. Слушайте, ну Путин уже настолько неправильных решений насобирал в свой кошек, как это, корзинку, что из этой корзинки уже выпадает и вот тянется просто за ним. Смотрите, Херсон россияне про, как это сказать, оставили. Вот, оставили, хорошее слово. А вот Суровикина делают героям, вручают ему там какую-то медальку, Пригожин хвалит, Кадыров хвалит. С чего бы это? Смотрите, Лапина, они там пылесосили по полной, да? И это стоило Лапину должности. Почему это Пригожин и Кадыров хвалят Суровикина, который, по сути, оставил Херсон? Ну, это как раз попытка не раскачивать корабль. Это, скажем так, не какое-то осознание его заслуг и так далее. Это своеобразный консенсус среди российских элит, что потерю Херсона, которую они не могут объяснить, если начать внутренние разборки, это будет последний гвоздь в крышку гроба. Поэтому то, о чем мы говорили, пытаются замолчать эту катастрофу, пытаются преподнести поражение, как победу, какими-то такими заявлениями очень странными о том, что заботятся о жизни российских солдат и так далее. То есть, да, вот такая хорошая мина при плохой игре, которую просто-напросто... Ну, это театр, по сути. Хорошо. А как вы считаете, вот Суровикин на этом фоне может стать человеком, который что-то произойдет в армии, вот какой-то там конфликт, не знаю, Суровикин возьмет на себя командование, и вот он просто уведет российские войска с Украины, сдаст Крым и вот станет героем для России, для Украины, для мира. Ну, я понимаю, да, так ирония у вас на лице, я ее вижу, но все же, может быть такое? Ну, конкретно этой личности, я думаю, нет, даже судя по его поведению, по тому, как он разговаривал, да, это является... Он является, скажем так, преданным тем, кто его назначал, и его предыдущая карьера, да, то, что он творил в Сирии, в частности, демонстрирует, что этот человек в первую очередь руководствуется, да, теми ценностями, которые как раз являются проявлением современной России, то есть убийство, ненависть, уничтожение всех, кто не согласен. Если эти конфликты будут происходить, да, я думаю, это все-таки будет уровень не этих генералов, которые, да, сейчас воюют, которые затеяли эту войну, а уровень немножко ниже, там, условные полковники и так далее, которые уже видят на местах всю катастрофичность ситуации и понимают, что поражение неминуемо, вот они, я думаю, могут в какой-то момент осознать, что только какой-то путь, да, как это правильно называется, может спасти страну. То есть вы не исключаете такого момента, что войска могут развернуться и сами уехать в сторону России? Это один из сценариев, как раз, бунт в армии, и в российской истории это уже было, да, как раз во время Первой мировой войны, когда в 1917 году, по сути, российская армия не хотела гибнуть за царя, да, за какие-то непонятные цели, и вернулась, да, для того, чтобы начать революцию. Когда уже не смогут пропагандисты, генералы объяснять полковникам, а полковники, в свою очередь, меньшему офицерскому составу, а те, в свою очередь, солдатам, что надо идти вот сейчас вот умереть? Вот когда наступит этот момент? Ну, я думаю, что это может, знаете, с одной стороны, происходить постепенно, но и внезапно, да, то есть мы можем наблюдать, как эта система рушится, рушится, и в определенный момент просто произойдет коллапс. Я думаю, как раз мы уже подходим к этой точке, когда может произойти коллапс. Он связан как раз с положением на фронте. Сейчас, по некоторым оценкам, ну, я не военный эксперт, но по некоторым оценкам российская армия уже через месяц-два может столкнуться с отсутствием снарядов для своей артиллерии. Вообще, стиль этой войны, которую ведет Российская Федерация, он основан как раз на артиллерийских обстрелах. Если у России не будет этого преимущества, которое было все эти месяцы, то, я думаю, российская армия просто начнет бежать с тех территорий, которые они сейчас занимают. И во время этого бегства могут начаться уже более интересные процессы, которые приведут к коллапсу вообще всей системы, не только армии. Ну, мы этого пожелаем России в скорейшем времени, потому что это будет спасать и их жизнь, между прочим. Давайте теперь ответим на второй блиц. Напоминаю, вопрос от наших зрителей. Короткие вопросы, короткие ответы. И вот вопрос. Российские пропагандисты говорят, что Европа беднеет, внимание, потому что дает денег Украине. По-вашему, это правда? Были оценки, да, сколько стоит война экономикам Евросоюза, да, там эти цифры менее 1%. Для таких стран, как Германия, в первую очередь, и так далее. Но жизнь в Евросоюзе очень сильно усложнилась из-за инфляции, из-за высоких цен на энергоносители. Как раз то, да, что поставляла Российская Федерация на европейский рынок, да, и сейчас из-за своей же политики в итоге прекратит это делать. Вот уже газ, да, по сути, не покупают. С декабря перестанут покупать российскую нефть. И самое страшное, да, то, что произойдет, обеднеет сама Россия. То есть Европа в среднесрочной перспективе станет только сильнее, отказавшись от российских энергоресурсов. Шах и мат пропагандистам, я так понимаю. Путин не платит деньги за погибших солдат, потому что он жадный, или потому что в России уже нет денег платить вот столько? Вообще отношение к российским солдатам на передовой является своеобразным военным преступлением, да, по отношению к своим же солдатам. Очень много свидетельств о том, что не забирают трупы погибших, не занимаются в том числе попыткой обменов и так далее. Сама Россия, да, не считает жизнь своих солдатам важной. И, безусловно, выплаты, которые потом происходят, они также не являются приоритетом. По какой причине? Жадности или нет денег? Я думаю, что причины комплексные, в том числе нет денег. Союзники Украины согласятся отдать Крым России ради мира. Такие разговоры ведутся, и я думаю, что будет большое давление на Украину, но ничего не выйдет. Почему? Потому что решение будут принимать граждане Украины, а не власть. Я считаю, что именно гражданское общество, да, армия, которые сейчас ведут бои, они будут решать, где остановится наше наступление. Крым можно вернуть Украине мирным путем? На текущий момент это сложно, но, тем не менее, военно-дипломатический путь, он в любом случае приоритетным. Даже после любого конфликта нужно договариваться. Когда в вооруженные силы Украины войдут Крым, это станет предлогом для Путина применить ядерное оружие? Это одна из тех красных линий, которые Российская Федерация проводила. Я думаю, они этот месседж уже много раз доносили как раз западным странам, но я не верю, что применение ядерного оружия каким-то образом повлияет на течение конфликта. То есть, это не остановит наступление, это приведет к еще большим проблемам для самой Российской Федерации. То есть, эти просчеты, они демонстрируют, что это будет самоубийственное решение. Украина возвращает Крым. Что делать всем тем, кто прикричал «Россия вперед!», «Россия ура!» и до сих пор живет в Крыму? Просто уезжать туда, откуда они приехали. Давайте будем честными. Вот это поколение крымчан, которое там появилось после 2014 года, им будет очень легко уехать, они знают, откуда ехать. Очень много там военных, которые живут в тех городках, которые построило Министерство обороны. Те, кто будет скучать по России, точно так же они прекрасно знают, в каком направлении двигаться. И вообще заселение Крыма, оно во многом было искусственным, точно так же, как и Донбасса. Туда завозили целенаправленно людей из России, из различных территорий, для того, чтобы разбавить украинское и крымско-татарское население. Поэтому те люди, которые там прожили одно, максимум два поколения, в своем роду, я думаю, что они не могут рассказывать, что это их род. Как в песне. «Магадан, значит, опять домой». Путинизм переживет Путина? Нет, Путинизм не переживет. Я думаю, что как раз Путинизм останется в Википедии как одно из таких преступных идеологий, направлений вообще, форм власти, которые ведут к катастрофе внутри государства. Да, желаю россиянам максимально быстро распрощаться с путинизмом, потому что, когда это будет не просто что-то на шее, а когда это будет клеймо, то клеймо вывести очень тяжело. Это уж вы поверьте. Большое спасибо, Андрей, за интервью. Очень все четко, по полочкам. И ждем нашей победы. Спасибо. До победы. Продолжение следует...